В имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. А это 175-я серия программы «Задето с живое», в которой я даю свой комментарий на разного рода тренды, события или явления, так или иначе задевающие лично меня за живое. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Ну что ж, походил я неделю со своим прокатным айфоном 14 Pro Max. Я тут подумал, что слово «лизинг» не всем понятно, а гораздо понятнее слово «прокат». Вот у меня айфон на прокат взят. Купить я его себе не могу позволить, а так вот попользоваться годик за небольшую там плату в принципе могу. Так вот, неделю я походил с айфон Pro Max. Что можно сказать? Какие я увидел минусы и какие плюсы? Минусов практически нет. Ну, кроме каких-то объективных, которые не связаны конкретно с этой моделью, а скорее с вообще политикой Apple, это то, что у меня нет теперь приложения Альфа-банк. Вот единственное, что я прям так ощущаю как дискомфорт, отсутствие приложения Альфа-банк. Сбер тут выкрутился, кстати, а Альфа пока нет. То есть она выкрутилась, а потом снова вкрутилась. В общем, пока нет. Приходится пользоваться мобильным приложением, ну, то есть через браузер. А это, конечно, не так удобно. Возможно, ничего страшного. Ну, да, просто надо каждый раз вводить пароль. По Face ID не работает это все, поскольку через браузер ты физически пальцами вводишь длинный пароль, а он длинный, естественно, чтобы от взлома как-то защититься. Потом еще надо дождаться смс-ки, то есть двухфакторная аутентификация, и тогда только ты входишь на мобильную версию сайта. Ну, ничего. Конечно, кто-то может сказать, ну, есть же хитрые способы через левые сайты логиниться и скачивать удаленные из App Store приложения. Но тут, извините, каждый решает для себя, готов ли он предоставить свой Apple ID и пароль от него. Я не готов, конечно. Пароль от своей учетки Apple ID я никому сообщать не намерен. Но какие плюсы из iPhone 14 Pro Max? Что, собственно, я для себя отметил за неделю пользования. Я очень доволен, доволен тем, что работает эта программа. Конечно, так прям жизненно необходимых показаний для того, чтобы обновляться с iPhone 13 Pro у меня он был, ну, наверное, нет. Но если у вас более старая какая-то модель, и вы планируете обновиться, то, конечно, вы прям, ну, что называется, почувствуете глубокое удовлетворение. Значит, из плюсов батарейка, конечно. То, что это Max, Pro Max, там, большая батарейка, она легко доживает до вечера. И это при том, что я очень интенсивно использую iPhone, причем как в режиме съемки, так и в режиме монтажа видео, еще как-то там просмотра, переписки, иногда преподавание. В принципе, когда у тебя вечером остается 40%, ты так прям снимаешь шляпу уважительно. Это очень хорошо. То, что это Max, все-таки я понял, что нужно брать Max. Во-первых, все-таки глаза уже не те, нужно покрупнее. Во-вторых, легче монтировать видео. Вот LumaFusion на телефоне. Монтаж видео очень-очень неплохо. Я воскресную проповедь обычно снимаю на iPhone, быстренько потом, да, пишу звук-то я на петличку, рекордер у меня там в кармане. Быстренько скидываю по AirDrop аудиодорожку, прям ее вручную синхронизирую, и пока там еду домой, уже смонтировал, как правило, видео, и можно его закачивать в YouTube. То есть там воскресную проповедь я особо не редактирую, уж как есть. То есть просто накинул несколько титров в конце, поместил информацию для пожертвований. Кстати, подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь на Boosty, потому что мы испытываем сейчас просто невероятный прессинг с финансовой стороны, потому что пожертвования сильно упали, и вообще такая общая тенденция сохраняется, ну, прям на выживание. Я и лично вхожу там в режим такой серьезной экономии. Ну, в общем, легче монтировать видео. Все, накинул туда информацию, и все уже, в принципе, она обрабатывается вообще мгновенно. 4К, несмотря на то, что это там 30 кадров, я снимаю все-таки в секунду. Ну, в общем, самое важное. Ну, вот самое важное, прям из-за чего я не пожалел об обновлении, и этого не было на 13 Pro. Стабилизация в айфоне, в принципе, неплохая. Она была и в 13-шке неплохая, и в 12-шке вроде бы ее рекламировали. Но, что называется, вот штатная стабилизация неплохая, но я человек грузный, и если я иду и что-то снимаю, я хожу в развалку. И, конечно, вот это вот движение камеры, но вот как бы я не пытался зафиксировать, они всегда, получается, зафиксировать, прям вот, чтобы прижать, знаете, там, локти, корпусы, чтобы неподвижно прям вот как-то идти, я все равно пингвинюсь. Вот я так это называю. Пингвинное такое движение, и оно, конечно, в кадре остается. Ощущение, что снимал пингвин, никуда не деть и уже никак не исправить на постпродакшене. Но вот новый режим экшен в 14 Pro Max и в 14 Pro, это просто мое почтение. Apple, ну, чуть-чуть так прыгнули выше головы даже, при том, что это же не профессиональный, там, какой-то вот стаб, да, и даже не DJI Osmo Pocket, который прям вот на подвижной головке, да, то есть который специально вот стабилизирует изображение. Да, правда, в режиме экшен не получается снимать 4K видео, там 2,8K, вот. Но я заметил, что DJI тогда можно уже с собой, в принципе, и не брать. То есть если ты гуляешь, и у тебя в кармане iPhone, в принципе, вот в экшен-режиме тебе стабилизации прям вот хватает, прям как будто бы ты снимаешь на специальную камеру вот с таким подвесом, да, который вот стабилизирует, ну, как-то уже прям физически стабилизирует изображение. Ну, а из-за этого 2,8K, потому что оно, конечно, как бы вот компенсирует твою пингвинность за счет того, что обрезает кадр. Вот была последняя прогулка. Я гулял в Зюзино возле храма святых великомучеников Бориса и Глеба. Я думаю, что в следующую среду выйдет это видео-влога. Вот с Евгением Бондаренко мы пытались организовать, но не получилось. Несколько раз что-то переносили, то все. Ну, короче, там будет закадровый голос. Конечно, так я поснимал, погулял, вот, но голос будет закадровый. И мне будет интересно, я снимал и на iPhone, и на DJI Osmo Pocket. Мне просто вот очень интересно, кто-нибудь вообще отличит кадры, вот, в смысле стабилизации? Мне кажется, нет, потому что прям iPhone, ну, вот, сейчас в этом плане очень сильно вырос. И можно будет заценить вообще камеру. Что касается цвета, я вам говорил, что я вообще не понимаю этих ажиотажей с цветом, да. Ой, вот непременно, чтобы у тебя был фиолетовый, чтобы все видели, что у тебя новый iPhone, потому что раньше такого цвета не было. Или там черные невероятные. Ну, короче, их нет просто, этих цветов самых ходовых. Белые тоже не везде есть, а золотых навалом. Ну, типа, люди думают, ну, золото, цыганщина. Я, кстати, нацепил прозрачный чехол, и он вообще не выглядит золотым. Ну, то есть, у него цвет такой, знаете, как бы я сказал, цвет сгущённого молока. Вот такой он белый, но чуть-чуть с золотым отливом, ну, с таким даже желтоватым отливом. Ну, вот сгущённое молоко, хорошее сгущённое молоко. На мой взгляд, это очень хороший цвет, очень удачный. Мне нравится. Качество съёмки, RAW фото, это, конечно, моё почтение. 48 мегапикселей, это ого-го-го-го. Прямо скажем, не хочу сказать, что я прям профессиональный фотограф. И как-то глубоко это в RAW формате обрабатываю. Но сама возможность такого греет очень душу. Потому что вдруг придётся в какой-то сложной сцене что-то снять, а потом выправить, это, конечно, замечательно. Ну, основная камера вообще заметно лучше. Вот я уже несколько видео снял на эту камеру. И я при монтаже просто вижу, что лучше. Действительно, больше света. Действительно, лучше детализация. Прямо вот очень хорошо. И прям я что-то захотел прорез снять. И думаю, вот сейчас в жизни Иисуса Христа сниму-ка я в прорезе и смонтирую прямо на айфоне. Ну, потому что перекинуть прорез на компьютер, это проще повеситься, что называется, да? Там оно будет часа три перекидываться. Это же огромный файл, да? А вот если прямо его снять, оставить на айфоне и потом прямо на айфоне смонтировать, это интересный будет экспириенс. Посмотрю вот в Ютубе, будет заметно качество или нет. То есть вот сейчас задет за живое снимаю в кодеке H.264 в 709, 8-бит видео. Ну, то есть самое простое, обычное видео, вот обычный видеоформат. А вот в жизни Иисуса Христа сейчас же, да? То есть я в один день пишу две программы, потом просто монтирую и как успеваю, так и выкладываю. А вот в жизни Иисуса Христа попробую снять в прорезе. Я надеюсь, что места хватит. Все-таки у меня не терабайт, а 512. Ну, должно хватить. И это, конечно, будет очень интересно. В общем, я доволен. Особенно, ну, вот я говорю, в данном случае неожиданно киллер-фичей для меня стала вот возможность улучшенной стабилизации экшн-режима. Это прям мое почтение. Молодцы сделали на отличненько. Буквально на днях Apple выпустила iOS 16.1, ну, TVOS 16.1, ладно, iPadOS 16.1 И самое главное, MacOS 13 Ventura. Естественно, я тут же обновился везде. И что могу сказать по этому поводу? Но я еще не наигрался с Ventura, еще не все фишки там посмотрел. Но что я заметил? Уже вчера я преподавал, когда я заметил, что баг, о котором говорили пользователи бета-версий, ну, вот это ошибка, когда ты пытаешься вставить текст, а тебе все время вылетает такое предупреждение, что ты должен разрешить вставку. Вот я даже вчера, когда писал сценарий, нужно там было вставить, и вот он все время мне спрашивает разрешение, разрешить вставку. Когда только были бетки, многие тестировщики говорили, о, ну, зачем они так сделали, что это прямо за паранойя. Потом выяснилось, что это ошибка, ее пофиксили, и в финальном релизе iOS 16 этой ошибки не было. Я еще помню так, типа, ну, хорошо, что я бета-версиями не пользуюсь, а к релизу-то пофиксили, и вдруг неожиданно в 16.1 вылезает этот старый баг еще из бета-версий для разработчиков, и я такой, да вы серьезно, что ли? То есть вы, типа, улучшили, да, молодцы. Сделали старую ошибку, которую победили на предыдущем этапе. Но я, конечно, ждал чего? Я ждал, когда выйдет Mac OS с Ventura, и ждал, когда завезут эту функцию Continuity Camera. Continuity, 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 continuity camera. Значит, use iPhone as a webcam for Mac. Конечно, да, там, помните, я в июне говорил о том, что, ой, это будет классная, удобная штука для преподавания, потому что, во-первых, можно без проводов использовать телефон в качестве, значит, веб-камеры для MacBook и Mac Mini, что еще более важно. Многие, кстати, спрашивают, а зачем? Типа, к MacBook, вот, камеру iPhone. Лучше бы в MacBook хорошую камеру вставили. Ну, оно, конечно, бы, может, и лучше. Хотя в новых MacBook и так 1080 для трансляции, это вот прям выше крыши. У нас еще интернет не везде такой хороший. Я вот сижу в самом центре Москвы, и по понедельникам, когда делаю трансляцию, периодически прям молюсь, чтобы не лагала она. Она лагает, если ставить 1080 разрешение. 720 надо ставить, тогда оно будет комфортненько. Ну, то есть в самом центре Москвы мобильный интернет еще пока вот, ну, правда, глубоко в помещении с толстыми стенами. Но все равно это же еще пока не годится для того, чтобы... А в MacBook это камера тебе, конечно, не для съемок, а для каких-то видеозвонков, для преподавания, для видеоконференций и так далее. Там 1080 просто за глаза хватит. А зачем камера iPhone нужна? Ну, конечно, для Mac Mini, потому что в Mac Mini никакой камеры нет. Я сюда... Причем, если вставляешь какую-нибудь Logitech веб-камеру, она начинает просто жутко штробить. Она, в общем, как бы несовместима. Logitech камеры почему-то с Mac'ами очень плохо совмещаются. И я прям радовался тому, что, о, можно будет преподавать. Просто iPhone поставил на штатив. И что я вам скажу? Я, конечно, разочарован. Я разочарован. У меня даже два разочарования. Во-первых, браузер и программа вебинара не видят камеру iPhone. Вот FaceTime видит камеру iPhone, QuickTime видит. А вебинарный сервис через браузер Safari не видит. Надо попробовать, конечно, еще и другие браузеры. Но это вообще странно, что родной браузер Safari не видит камеру. То есть вот при подключении к вебинарному сервису. То есть преподавать-то я не могу. Функция есть. В режиме преподавания я ей воспользоваться не могу. А поскольку я не совершаю так много звонков через FaceTime с Mac Mini, ну, эта функция оказывается невостребованной. Ну, и, в принципе, если записывать это через, ну, QuickTime, не понимаю зачем. Ну, в общем, я пишу сразу в iPhone. Зачем писать? Ну, в общем, короче, какая-то ситуация странная. При том, что работает через раз. Вот, без проводов. Надо, если без проводов не работает, говорят, подключи по проводу. По проводу подключил. Вроде ничего, нормально. Да, телефон должен быть заблокирован. Стоять на подставке. Подключен к одной сети Wi-Fi. Но работает через раз. По проводу подключишь. Если, то, конечно, да, все нормально работает. Справедливости ради, надо сказать, что неожиданно в браузере Яндекс, кажется, это заработало. Причем заработало довольно интересно. Значит, камера. И вот она, смотрите-ка. Central Stage. Ну, портрет, ладно, давайте. В центре внимания, студийный свет. Ну, это же интересно. Странно, что в Safari не работает, а тут работает. Так, плохо пока обрабатывает. Значит, режим портрета, ладно. А второе разочарование, помните, я говорил, демонстрацию стола они же сделали. Вау, да это же вообще функция, отвал башки. Да как они вообще так смогли? Да что же это такое у них получилось-то? Как вообще? Ну, вообще, молодцы, Apple. Прям. Ну, я-то радовался. Я знал, что Apple никогда не выкатывала раньше таких вот функций, которые прям явно не работали. Там были недоработаны. Ну, или выкатывала, а я не замечал, не пользовался ими. Но здесь я прям фундаментально разочарован. Вот, смотрите, я беру, открываю режим стола, и он ни разу не снимает стол. Он снимает почему-то мое пузо. И как ты там не регулируй, там только можно больше-меньше сделать эту трапецию. Пролилипипед. Нет, не пролилипипед, это трапеция. Ну, значит, эту трапецию больше. Нельзя эту трапецию никак выровнять. То есть, нет инструментов. Просто тупо, больше-меньше. Я думал, ну, может быть, при этом все равно снимается не стол, а твое пузо. Вот вроде бы ты далеко поставил за Mac Mini, за монитор, да? Ну, то есть, поближе можно поставить. А ближе поставишь, ну, тогда грудь твою будет снимать он все равно. Не могу понять, как его надо поставить, чтобы стол снимать. Я думал, ну, может быть, перевернуть надо iPhone, может, как бы я камеру не в ту сторону. Ну, хорошо, перевернул. То же самое, все равно снимает пузо. Ну, вот, по ноге ее снимает. Или что мне, листочек брать, класть на пузо и на пузе что-то рисовать? Так это мне и без функции, значит, демонстрации стола можно делать. Брать, дорисовать. Ну, это что это? Я не для этого делал, а для того, чтобы нормально, действительно. Вот у тебя стоит камера, тебе снимает лицо, и тут же ты показываешь стол. Но это просто не работает. Вообще не работает. Я тут, конечно, почитал. И говорят еще, а попробуйте тогда вертикально поставить свой iPhone. Ну, хорошо, ставлю вертикально. И все равно не работает. Я просто удивлен и разочарован. Это куром насмех. Это просто, на мой взгляд, невероятный провал. То есть вы анонсировали такую классную функцию, и она у вас почему-то на рекламных фото и видео выглядит нормально, но я не смог настроить. Может, я что-то делаю не так. Опытные пользователи, помогите мне. Но, вот смотрите. Сейчас обзор стола. И тут, конечно, уже лучше. Но все равно, вот смотрите, чтобы был нормальный обзор, нужно камеру как-то вот так. И здесь тогда уже начать обзор. Но ты все равно этого нигде не видишь. Все равно тебе надо как-то вот так, что ли. Ну, а тогда у тебя здесь все равно пузо показывается. Да, это странно. Пока еще не очень. Help. Ну, в общем, все равно через пень-колоду работает. То есть, что мне, вот как-то так, что ли, надо сюда подлазить? То есть, это все равно не видно в вебинаре. Но качество, конечно, лучше. Что раз. Вебинары можно проводить. Камеры айфона. Надо посмотреть, что будет в записи. Какой кошмар. Какой кошмар. Айфон. Вот я вам говорил про то, что сети еще пока интернет не работает. Хоть ты 4К ставь камеру, а вот студенты тебя все равно вот так увидят. Потому что пока еще интернет не столь с хорошей скоростью. Ладно, все это смешно. Ну, а вообще, конечно, это разочарование. Просто разочарование. Московские экологи сообщают, что... Ну, и вообще там всякие борцы за права животных сообщают, что сейчас на улицах... Осторожно. На улицах Москвы появилось очень много пьяных птиц. Пернатые клюют забродившие ягоды. И после этого ведут себя вызывающе. Дерутся между собой. Иногда нападают на людей, а иногда впадают в ступор. Становятся беспомощными. Их можно брать на руки и так далее. Вот видео. Снегирь алкаш. Снегирь алкаш. Объелся ягод. Он вообще улетать не хочет. Один класс закрыт. Вот. Пожалуйста. Снегирь алкаш. Знаете, что я вам скажу? Есть такая очень опасная болезнь. Орнитоз называется. Я помню, все детство провел в кожном диспансере. У меня там хроническое кожное заболевание, из-за которого я, кстати, и в армии не служил. Оно периодически обострялось. И по стенам там длинный был коридор. И все стены были увешаны наглядной агитацией. Я про разного рода болезни столько знаю. Я помню, что болезнь орнитоз. Ой, не надо никому. Ребята, не берите птиц бездомных на руки. Я вас очень прошу. А если взяли, прям срочно вымойте мылом. Не дотрагивайтесь до лица. И тем более пьяная птица. Мало ли, как она себя поведет. Интересно, придумают ли птичьи вытрезвители. Я, кстати, не удивлюсь, если Сергей Семенович Собянин распорядится. Значит, коммерсант сообщает о том, что потребители потеряли интерес к празднованию Хэллоуина. На 20% интерес посетителей ресторанов к Хэллоуину упал. Об этом сообщает вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов. То есть, мы видим, что, да, выручка падает. Выручка отстает от прошлого года за октябрь на 30-50%. Хэллоуин, как вы знаете, отмечают 31 октября. Последние выходные месяцы и так далее. 29-30 октября. Бронирований нет. Мишуру все это не закупают. Продажа тыкв упала на 55% по сравнению с прошлым годом. Я читаю это и думаю, вот хорошо, может быть, люди перестанут заигрывать с нечистой силой, пусть даже под видом сказочки там и так далее. Может, лучше люди придут в церковь и пожертвуют деньги на добрые дела, чем ублажать нечистую силу. Потому что на самом деле просто канун Дня всех святых, а День всех святых, 1 ноября празднует католическая церковь. И надо сказать, что это действительно большой праздник, он имеет статус торжества. А раз это статус торжества, значит, предыдущая вечерня, это уже считается навечерием торжества Дня всех святых. Поэтому 31 декабря, ночь с 31 на 1, ну вот День всех святых, или Ночь всех святых, или на вечере торжества всех святых. Она совпала там с кельтским праздником Саймона, и, в общем, из-за этого куча там оккультной и прочей языческой мишуры туда намешалась. И так все это как-то смешалось, и перемешалось, и размешалось, и вмешалось в нашу жизнь. Что иногда хоть всех святых выноси. Потому что святым, конечно, не остается места рядом с этой нечистью. А должно быть наоборот. Нечисти не должно найтись места рядом со святыми. 1 ноября День всех святых. Он на вторник приходится в этом году. Но я буду служить мессу, естественно. И День всех святых должен стать вашим профессиональным праздником. Станьте, пожалуйста, святыми. Это очень важно. Кстати, 2 ноября мы будем вспоминать всех усопших. Можете присылать мне в комментариях, или, кто знает, в личных сообщениях записочки. Кого помянуть, всех помяну. Ну, пожертвования тоже можете присылать. Можете не присылать. Это бесплатное поминовение. Если хотите пожертвования перечислить, становитесь либо нашим спонсором на Бусти, либо как-то разово. Все реквизиты в описании. Но День поминовения всех усопших я тоже буду молиться. Это будет среда. Мы будем в среду, естественно, тоже служить мессу. Как и обычно мы по средам служим. Ну, и в этот день я буду поминать все ваши записки, которые вы мне пришлете. Имена, которые вы пришлете. Пожалуйста, это сделайте. А Хэллоуин праздновать не надо. Вы сдержитесь. Дай бог, чтобы... Я не понимаю, как вот... Дай бог, чтобы умер этот дурацкий языческий праздник. Вообще не понимаю, как он прижился на российской почве. Но вот Господь в этом году как-то послал уныние Земле. И люди не празднуют Хэллоуин. 23 октября 2002 года начался так называемый теракт на Дубровке. Захват заложников на спектакле Норд-Ост. И длилось это до 26 октября 2002 года. 20 лет в этом году. Это, конечно, такое было просто потрясение. Я помню, для страны, для всех людей, для властей наших. И надо сказать, что это было серьезное такое испытание. В Телеграме есть канал такой, называется «Минута в минуту». Он иногда вот значимые какие-то события, ну, постит. Как будто бы они происходят сейчас. Ну, вот прямые постинги появляются минута в минуту, чтобы ты как-то пережил то событие. И вот заново там много-много разных исторических событий. Кстати, в начале октября я читал про вот этот кризис с правительством, там, да, между Ельцином, президентом и правительством. Кризис 93-го года, обстрел Белого дома. Я просто на работу езжу постоянно мимо Белого дома и мимо... Сейчас это здание правительства Москвы, а тогда это было здание мэрии, которое штурмовали. Ну, а Норд-Ост вот тоже я, конечно, все это перечитал, и все это всколыхнулось во мне. Я, конечно, это просто очень хорошо все помню. И на какие-то вещи я взглянул по-новому, потому что тогда это было не так очевидно, не так заметно. Тогда все были, конечно, на эмоциях. И это очень интересные вещи. Что меня прям поразило, что я вот либо знал да подзабыл, либо не знал, а вот как-то прям меня это задело за живой. Во-первых, прям я поразился, и тогда я почему-то этого не замечал. Я поразился очень достойному поведению чеченской диаспоры Москвы, которые просто приходили к Дубровке, семьями приходили и предлагали себя вместо заложников. То есть они всячески... Вот чеченский народ дистанцировался от террористов, от убийц и так далее. А когда там, ну, шли туда представители чеченской диаспоры, старики там, ну, в общем, указывали там на несоответствие их поведения Корану и даже правилам там священной войны мусульман. Ну, то есть террористы просто нарушают сами нормы ислама. И я поразился вот этому их достойному поведению. Кто-то, конечно, там злые языки говорят, да, они боялись погромов. Да нет, что-то я прям смотрел. Они же приходят, вот все люди вокруг стоят. Уж если люди боятся погромов, в последнюю очередь ты пойдешь туда, где собрались родственники заложников, они тебя тогда там просто растерзают. Это как бы надо... Нет, конечно, видно, что они не погромов боятся, а видно, что у них прям вот задета честь. Даже какое-то такое национальное чувство. И я прям... Почему-то я тогда в 2002 году на это не обращал внимания, а сейчас вот как-то обратил. Второе, что бросилось в глаза, тогда ведь не показывали все эти интервью с террористами, а там брали у них интервью зарубежные всякие телеканалы. И тут, конечно, все это теперь уже опубликовано, и ты смотришь в эти глаза, и ты понимаешь, что их прям подставили. Прям вот их подставили, их использовали. При этом явно их командир не готов к смерти, хотя он все время там заявляет, что мы хотим умереть больше, чем вы хотите жить. И там и все такое. Но видно, что он умирать-то прям не собирается. Они, во-первых, там все прячут лица. И даже там между собой они по-чеченски говорят, но сейчас уже закадровый перевод есть, типа, меня точно нельзя узнать там. Там типа, мама дорогая, что мы вообще, чем мы занимаемся, что мы делаем? То есть мы видим, что ребята до последнего там, может быть, не знали. Потом им сказали, что они будут шахидами. Причем им сами мусульмане объясняют, что вы никакие не шахиды. Вы просто убийцы, вы террористы. Вы воюете с женщинами и с детьми. Так не поступают. Ну, в общем, они при том, что явно не готовы были к смерти на самом деле, несмотря на смертников там и все такое. Похоже, и там действительно рассматриваются другие варианты расследований. Похоже, это был спланированный какой-то даже чуть ли не западной акцией. Как бы там в Европе в этот момент проходил конгресс. Нужно было что-то там вот такое показать, запугать. Ну, в общем, они ведут себя как люди, которые не хотят умирать на самом деле. Третье, что меня прям, я об этом вот задумался. Ну, естественно, ты рефлексируешь и думаешь, а вот если бы я был на месте президента, какое бы решение там принял я? В этой ситуации Цукцванга, когда каждый ход, кажется, ухудшает ситуацию. Принимается очень непростое решение не допустить большего зла. Потому что это даже потом Немцов там дает интервью. Наверное, последнее видео, когда Немцов поддерживал Путина. Если бы, говорит, вступили в переговоры, жертв было бы там кратно больше. Подобные теракты заполыхали бы там по всей стране. Я подумал, да, это непростое бремя. Я как-то прям даже, ну, то есть я бы не хотел оказаться на месте принимающего такое решение. Но решение было принято, исходя из желания не допустить большего зла. Четвертое, то, что люди начали молиться. Прямо вот там воспоминания заложников. То, что, ну, три дня люди там сидели жутко на нервах и так далее, без еды. Ну, воду им давали. Там и соки Политковская туда там носила. И я думаю... Да, вот они рассказывают, что там нотные тетради, вот, оркестра, да, из оркестровой ямы. Потом оркестровую яму они как туалет использовали. Потому что через туалет там кто-то сбежал из заложников. И в туалет запретили ходить. В туалет ходили в оркестровую яму. И вот ноты использовали для того, чтобы переписывать молитвы. Отче наш. Кто-то символ веры переписывал. И там один из заложников говорит, конечно, я, ну, прям там по-особенному понял эти слова. Чаю воскресенье мертвых и жизни будущего века. Это прям, ну, так врезалось, говорит, прям в мозг. Безумно жаль погибших. Я, конечно, ну, вот плакал, когда что-то смотрел, как выносят людей. Как, ну, люди погибли, отравившись газом. Там от огнестрельных ран погиб, по-моему, только один заложник. Остальные погибли, отравившись. Видно, что просто в шоковом состоянии. Те, кто выносят. Бойцы, конечно, просто молодцы. Все сделали грамотно. Хорошо в смысле военной своей части. А вот в смысле оказания первой помощи видно, что людей кладут на спину. Или там сажают в автобусы. Они вот спят. У них запрокинуты головы. Ну, конечно, очень трудно, наверное, в этой суете сообразить, что людей, конечно, так нельзя. Многие поэтому и задыхались, потому что язык западал. Или рвотными массами захлебывались. Надо класть, конечно, лицом вниз. Но задним умом, конечно, все крепкие. Это понятно. И человеческий фактор сработал. Потому что забаррикадировали же все подъезды грузовиками, КАМАЗами. А когда стали выносить уже людей, заложников, скорые не могли проехать. Нужно много скорых. Нужны реанимационные мероприятия. Счет там идет на секунды. Многих можно было бы спасти. А водителям же ничего не сказали. Водители этих КАМАЗов просто разошлись. Если тут подъезжают скорые, а КАМАЗы как отогнать. И то там люди, конечно, и милиции, и ОМОН, и силовики разбивали, конечно, стекла. Заводили КАМАЗы без ключей. Как-то растаскивали их. Пытались. Но тоже уходило время. Уходило время. Из-за этого люди погибли. Что еще я прям... Я не знал, что Георгий Леонардович Васильев был там среди заложников. Один из авторов, да? Ну, и Васи, и Ивашенко, и Васильев. Я что-то как-то это пропустил. Но я знал, что они авторы вот этого мюзикла. Но я думал, что они не присутствовали. Ну, короче, Васильев был там. Васильев был там в зале все три дня. Я прям снимаю шляпу. Вообще, когда гибнут люди, хочется плакать плохо от этого. Но иногда вот зло останавливается только такой ценой. И, конечно, никому ты не пожелаешь быть этой жертвой. Если там твои дети, я просто не могу представить себе, что было бы. В человеческой истории все это повторяется. И повторяется изо дня в день. После грехопадения, к сожалению, иначе иногда не получается. И все время я вспоминаю о те 170 с лишним человек, которые погибли. Неужели они были грешнее всех остальных? Нет. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Христос также говорил про террористический акт Пилата, который вырезал паломников. Да, там просто и кровь их смешал с кровью жертвы. И с стихийным, казалось бы, бедствием. Когда там Силамская башня упала, но 18 человек погибли при обрушении башни. И Христос говорит, думаете, что они были грешнее всех остальных? Нет. Но если не покаетесь, все так же погибнете. И рассказывает притчу о бесплодной смоковнице. Люди спрашивают, почему погибают невинные, почему погибают дети, старики. А Христос говорит, как бы вам это объяснить, чтобы вы не обиделись. Вот вам притча. Может быть, не так обидно будет, да, притча о смоковнице. Но вообще-то удивительно не то, что кто-то погибает. Вернее, даже нельзя спрашивать, почему погибают невинные. Невинных-то нет. Все виновны. Вот удивительно, почему живут виновные. Неудивительно, если смоковница будет срублена. Она не принесла плода. На что она и землю занимает? Уже и приказ есть. Сруби ее. А живет смоковница только потому, что садовник о ней ходатайствует. Говорит, подожди. Хозяину говорит, подожди. Еще на годик. И это ведь про нас, про всех притчи. Почему мы еще живем? Каждый из нас, и я в том числе, живем только потому, что Христос о нас ходатайствует. По милости живем. И это, пожалуй, самое большое, что вот задевает за живое. Милость Божия обновляется каждое утро верность его, и милость его, и благодать его действует в нас, верующих. И это, конечно, достойно всякого удивления. Каждому из вас я желаю никогда не попасть в ужасную такую ситуацию, когда жизни вашей будет угрожать опасность от вооруженных людей. Каждый из нас от этой ситуации не застрахован. Каждый из нас может умереть вообще в любой момент просто от того, что лопнет сосудик какой-нибудь в головном мозге. Каждый из нас предстанет перед судом Божьим. И каждый ответит за себя. Пусть Господь поможет каждому из нас быть святым, приносить плод Божий. И я буду молиться о каждом из нас, буду молиться о всех нас. Я и молюсь, все эти дни молюсь, и тогда молился, и сейчас молюсь, как умею, как могу, всеми силами своими молюсь, чтобы все было хорошо. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Ну все, до свидания. Сын и Дух Святой